Всем привет! И это видео об открытом прикусе. Эта патология не слишком-то частая, и тем не менее от неё страдает множество людей. В этом видео мы разберёмся, с чем связан открытый прикус, как он проявляется, чем зубоальвеолярная форма отличается от скелетной, и как самостоятельно отличить одну от второй. Кроме того, конечно же, поговорим о том, как лечить открытый прикус. А в самом конце я вам расскажу о самой сложной патологии для ортодонтов. Итак, открытый прикус чаще всего, примерно в 4 из 5 случаев, имеет зубоальвеолярную, а не скелетную форму. Что же это значит? Это значит, что проблема локализуется именно на уровне зубов и связана чаще всего с нарушением миодинамического равновесия в полости рта. Что же это за равновесие и почему оно нарушается? Всё у нас в организме взаимосвязано, и на зубы со всех сторон оказывается давление. Например, губы, щёки давят снаружи вовнутрь, язык давит изнутри наружу. Конечно, при том, если он правильно расположен, и его функционирование осуществляется согласно штатному расписанию. Если же что-то идёт не так, то у нас возникают патологии прикуса. Итак, что же может произойти? Номер один и самая распространённая патология – это инфантильное глотание. Это та ситуация, когда человек при глотании прокладывает язык между резцами, верхними и нижними. Так делают младенцы. Но с возрастом у абсолютного большинства людей такая привычка проходит, и, соответственно, никакой проблемы не возникает. Но у некоторых людей по каким-то причинам подобное поведение языка не корректируется с возрастом, и, соответственно, он остаётся в таком положении уже в подростковом и во взрослом возрасте. Конечно же, передние зубы не могут прорезаться на всю доступную величину, всю необходимую величину, и формируется резцовая дезоклюзия. В этом случае нам необходимо в первую очередь переучить язык. Делается это с помощью лингвальной дуги с шипами для языка. Да, звучит всё достаточно жутко, но, тем не менее, всё не так уж и плохо. Шипы на дуге расположены в переднем отделе, в области нижних резцов, и торчат как бы вверх. В спокойном состоянии они не колят язык, не причиняют пациенту каких-либо неудобств, а вот если язык пойдёт вперёд между зубами, то тогда уже начинаются проблемы у языка, естественно. Соответственно, очень быстро возникает условный рефлекс, что язык не стоит прокладывать между зубами, и проблема с плохим поведением языка решается. Дуга с шипами ставится в среднем на полгода, за это время формируется устойчивая привычка языка находиться именно в том месте, где нужно. И после этого уже можно спокойно ставить брекеты и корректировать положение зубов, устранять резцовую дезоклюзию. Если же брекеты поставить сразу, то, к сожалению, подобное ортодонтическое лечение просто обречено на рецидив. Нередко открытый прикус формируется из-за иных причин. Чаще всего это так называемые вредные привычки. У ортодонтов под этим подразумевается слишком длительное многолетнее сосание соски, сосание пальца, закусывание нижней губы и любые другие подобные действия. В этом случае на зубы воздействуют силы, которые не должны в норме воздействовать и это выводит вот то самое миодинамическое равновесие из нормы и, соответственно, зубы начинают смещаться. Прикус чаще всего раскрывается, ну, либо просто зубы недопрорезываются до нормы и, соответственно, формируется открытый прикус. В данном случае в первую очередь потребуется устранить вредную привычку, если этого еще не произошло. Во вторую очередь важно убедиться, что язык не прокладывается между передними зубами и не формируется инфантильное глотание, потому что оно может формироваться в ответ на открытый прикус, который в свою очередь является следствием вот этой самой вредной привычки, о которой мы говорили в самом начале. Таким образом формируется целая цепочка патологических состояний. После того, как все патологические воздействия на зубы устранены, мы со спокойной совестью можем поставить брекеты и скорректировать положение зубов, приведя прикус в норму и устранив резцовую дезоклюзию. Хоть и не часто, но все же скелетные формы открытого прикуса встречаются. Я думаю, понятно, что это самый выраженный, самый грустный вариант данной патологии, который сложнее всего корректировать. Опять же, как и в случае с мезиальным прикусом, о котором есть отдельное видео, все здесь зависит от степени аномалий. Если открытый прикус сам по себе имеет скелетную форму, но при этом выражен не очень сильно, в принципе возможен ортодонтический камуфляж. То есть можно, грубо говоря, выдвинуть передние зубы немножко выше нормы, можно даже внедрить боковые зубы чуть-чуть сильнее, можно где-то сделать избирательную пришлифовку, но каким-то образом скомпенсировать эту аномалию. Но если же у вас там пролазит палец между верхними и нижними зубами, понятно, что такую проблему не решить одними лишь брекетами. И здесь нам обязательно потребуется содействие хирурга, то есть в процессе ортодонтии обязательно нужна будет ортогнотическая операция. И лечение просто на брекетах в таких случаях, к сожалению, бессмысленно. Что касается отличий зубной форм от скелетной. Конечно же, для того, чтобы точно сказать, какая у вас форма патологии, требуется диагностика квалифицированного ортодонта с расчётом ТРГ и определением положения, взаимного положения челюстей. Но предварительно можно это понять и самостоятельно. Отличительная особенность такая, что у скелетной формы, выраженной, чаще всего смыкаются нормально только самые дальние зубы, то есть это семёрки, зубы мудрости, иногда шестые зубы, то есть вот маляры. А у зубоальвеолярной формы чаще всего смыкаются почти все боковые зубы и только лишь вот передняя группа зубов с клыка по клык нормально не контактирует друг с другом. Открытый прикус, к сожалению, часто комбинируется с другими ортодонтическими проблемами. Часто это скучность зубов, то есть большой дефицит места из-за того, что форма челюстей нарушается. Кроме того, нередко могут сопутствовать и скелетные патологии другого плана, например, мизиальный прикус. По мнению большинства ортодонтов, это самая сложная аномалия, которую сложнее всего скорректировать, даже если обе патологии в отдельности выражены не очень-то серьёзно. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и теперь у вас есть общее представление об открытом прикусе и его разных формах. Пожалуйста, поддержите наш канал активностью. Каждый лайк, подписка и комментарий очень важны для нас. Лёгкая и качественная ортодонтия вам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok